Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол АТЖИЗНИ и это продолжение нашей карьеры за Зенит в Pro Evolution Soccer 2021. Итак, друзья, в самом начале видеоролика хотел бы вас попросить, пожалуйста, подписаться на мой новый игровой канал. Ссылочка на него есть в описании, всех жду. Там мы проходим игры, как понятно, и получаем удовольствие. Итак, сегодня у нас два матча, так как вы не набрали 15 лайков, что означало, мы бы сыграли три матча. Это матч против Уфы, выездной матч против Юну Бойза в Лиге Чемпионов, выездной и домашний матч против Динамо. Но сегодня у нас только два матча, но мы зацепим Лигу Чемпионов. Сегодня мы, правда, даже не играем в чемпионате России, сегодня у нас кубковые матчи. Матч против Уфы и матч против Юну Бойза. Итак, ну что же, давайте мы управление командой зайдем, посмотрим. У нас 79 стоит. Почему мне интересно такой у нас рейтинг, непонятно. Но давайте как-нибудь постараемся его повысить. Я даже не знаю как. Ну что же, 79 у нас так и остается. Командный дух, я так понимаю, это не знаю, как его вообще поднять. Понимаю, что перестановками всякими разными, но ничего не получается. Все так и остается. Будем играть теперь по схеме 4-2-4. Вот, с атакующими Дрюси и Малкомом, и более оборонительными Аздоевым и Бариусом. Также у нас сегодня на скамейку попадают два наших нападающих. Это Федор Чалов и Эльдор Шамуродов. Я бы все-таки дал шанс Чалову, потому что вроде как он ни разу еще не выступал за нас. Рейтинг команды не изменится, если мы его Чалово вместе с Дюбой выпустим в старте сегодня. Поэтому сыграем так. Ну что же, Уфа-Зенит, Кубок России, первый раунд. Поехали. Итак, выездная игра для Зенита. Мы играли уже с Уфой. Победили их со счетом 1-0. Минимальная победа, конечно. Но посмотрим, как мы сегодня отыграем. Все-таки это кубковая игра. Абсолютно другие планы у обеих должны быть команд. Поэтому Федор Чалов сегодня также дебютирует под 18-м номером. Поздравляем его с этим дебютом. Ну что же, Уфа-Зенит, поехали. Дюба. Ну нет, здесь Белина отбивает и будет у нас угловой. Я видел, что Уфа поставила атакующие тактики сразу. Дюба. Неплохо здесь. Аздоев дальше с мячом, но здесь и Малком. Малком на Аздоева. И нет, не забивает. Аздоев отдает на Дриуси. И Сантос. Подача на Чалова. Но Чалов очень был близок сейчас к дебютному голу в дебютном же матче. Чалов. Замечает Дриуси. Но Дриуси здесь в касании на Артема. Дзюбу. И не забивает Дзюба. Как же замечательный мяч выделил аргентинец. Чалов ушел за фсайдом. Дриуси, я так понимаю, тоже. И на Дзюбу. Нет, снова не забивает Дзюба. Вторая уже такая. Подача была на Артема, но нет. Ну и давайте здесь вот 20 минут буквально остается играть. Я бы посмотрел. Может, стоит кого-то заменить. Давайте Шамуродова выпущу вместо Чалова. Чтобы тоже он поиграл. Ну и посмотрим на, даже не знаю, на Ерохина вместо Аздоева. Посмотрим пока что так. Шамуродов на Малкома. Малком тоже не забивает в штангу. Они попадают сегодня. Что же это такое-то? Неплохая подача. Лунев потащил, а? Против же своей бывшей команды. Я напоминаю, играет сегодня Андрей Лунев. Ерохин отлично здесь поборолся. Отдает на Малкома. А Малкома на Шамуродова. И Шамуродов выводит вперед Зенит. Отлично. Это вторая игра Эльдора Шамуродова. Причем он вышел с замены, заменив Федора Чалова. И забивает. Отлично еще и передача от Малкома на него прошла. Здесь очень хорошо отборолся Ерохин. Тоже не будем забывать всех тех, кто поучаствовал в этой атаке. Ну и замечательно. Эльдор Шамуродов забивает свой первый гол за Санкт-Петербургский Зенит. Это в кубковом матче против Уфы на выезде. Малком записывает замечательную на себя голевую передачу. Очень хорошую сквозную отдает. И все. Вот так вот практически сразу, когда Зенит вышел с перерывом в дополнительное время, он забивает. Причем сделан это на очень хорошей контратаке. И все. Минимальная победа снова над Уфой. Автором единственного гола в дополнительное время стал Эльдор Шамуродов. Вот так вот вливается потихоньку парень в команду. Забил в кубковой игре. Провел Зенит до четвертьфинала. Сейчас интересно, кто нашим будет соперником в четвертьфинале. Ну вот. 14 ударов, 10 створ и 1 всего лишь гол. Ротор проходит Краснодар на выезде. Причем Урал по пенальти выносит Динамо. Сочи в дополнительное время переиграли Ахмат, забив два мяча. Спартак минимально обыгрывает Тамбов. Ростов выносит Тульский Арсенал в дополнительное время. Локомотив обыграл Рубин. Ну и ЦСКА минимально обыграли Химки. Ну сейчас, как я вижу, нашим возможным соперником будет Сочи. Вот. Но это сейчас нам показывают. Не знаю, может будет какая-то еще жеребьевка. Ну а у нас, друзья, Лига Чемпионов. Сегодня первый тур и интереснейший матч. Именно в этом туре мы должны набирать свои очки. Young Boys, правда, на выезде. Посмотрим. Многие считают, что вы легко пройдете групповый этап. А как вы сами оцениваете свои перспективы? Вот мы с Дюбой вместе сидим. Ну что же, давайте вариант ответов. Мы можем стать лучшими в группе. Интрига сохранится до конца. Победа в группе – это чудо. Ну давайте ответим нейтрально. По-моему, только далекий от футбола человек может думать, что в соревновании такого уровня легко пройти групповой этап. Нужно внимательно следить за соперником и не упускать его из виду, иначе есть риск пропустить удар. Нет, я думаю, ну зачем так быстро они? Серьезно, кто такой большой текст быстро так будет читать? Хорошо. Давайте в офис главного тренера. Нам пришло сообщение, как прогрессирует Прохин. Думаю, если давать ему играть, есть шансы на его дальнейшее развитие. Ну хорошо, раз нас попросили Прохину давать шансы. Прохин у нас, если что, есть на скамейке запасных. Так что все неплохо. Так, со старта, с первых минут, кстати, рейтинг восемь стал. Будет, естественно, Азмун. Вот. В прошлом матче у нас прям подустал Дриусев, поэтому я на всякий случай возьму с собой мостового, ну и вместо, я даже не знаю, ну раз все-таки Чалов давайте тогда на резерве, вообще не будет играть, шамуродово, если что, возьму. Потому что вот он заслужил уж точно место в составе на Лиге Чемпионский матч. Ну что же, последний матч на сегодняшний выпуск. Йонг Бойс против Зенита. Составы, вы видите, на своих экранах. Никого, я честно здесь не знаю. Хаурау, знаю Фасначита, знаю Сулеймайни из Йонг Бойс и все. Больше на самом деле никого. Поэтому первый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Ну что же, Йонг Бойс против Зенита. Мы играем сегодня на выезде. Матч, в котором мы должны на групповом этапе в двух матчах против этой команды набирать 6 очков обязаны. Иначе никаких хороших последствий нам не стоит ждать в Лиге Чемпионов. Зенит против Йонг Бойса начинают, естественно, хозяева поля. Иранец получил небольшой отдых для себя, не играв в кубковом матче. И Малком забивает первый гол, десятая минута. Отлично. Вот она комбинация. Очень классно сейчас получилось в исполнении игроков Зенита. И Малком отлично отыграл. Причем, мне кажется, все сейчас игроки нападения. Вот наша четверка. Дриуси, Азмун, Дзюба и Малком. Все они поучаствовали в этой атаке. Вот. Дриуси замечательно отдает на Азмунах вот здесь. И немного могли помешать. Ну и Дзюба еще шикарный пас пяткой. Это, наверное, будет голевой пас сезона. Но забивает Малком с голевой от Артема Дзюбы. Отлично. В касание еще отдает. И Малком вторым касанием пробивает в дальний и нижний угол. Отлично. И это 1-0. Малком забивает, вводит вперед нашу команду. Ну, я теперь даже не знаю, так ли мы и останемся. Давайте в нейтралитет все-таки уйдем. Пока что. Потому что, может быть, и с этим нейтралитетом у нас получится забить. Неплохо. А теперь уже и Малком на этой позиции. Здесь уже Аздоев. Подача на Дзюбу. И Дзюба делает счет 2-0. В матче с Уфой не прошла ни одна навесная передача на Артема Дзюбу. Он то пробивал мимо, то в штангу. Но теперь Артем Дзюба забивает и свой гол в Лиге Чемпионов. Отлично. Это 2-0. У Дзюбы гол плюс пас. Навешивал на него Магомед Аздоев. Вот здесь Малком мог, конечно, и на Дзюбу отдавать на самого. Но нет. Отдал на Аздоева. И тут Дзюба замечательно замыкает эту навесную передачу. И посмотрим сейчас. Над вратарем, мне кажется, прям. Да, прям над вратарем пробивает Артем Дзюба. И забивает гол в Лиге Чемпионов. 2-0. А только 15-ая минута матча. И мы же еще и ушли в нейтралитет. Вот после первого гола, да, мы сбавили наши стратегии. Но, как мы видим, и на нейтралитете мы могли, наверное, тоже забивать первый гол. Но все, что не делается, все к лучшему. Малком находит пасом Дзюбу. Дзюба на Дреуси. И Дреуси делает что-то 3-0. Что за отличный у нас матч сегодня. 21-ая минута. И Зенит обыгрывает. Юнг Бойс на выезд с счетом 3-0. Дреуси получает мяч. И так же, как и Малком практически вторым касанием. Правда, он с дальней дистанции очень хороший подключенный мяч сейчас был. Пробивает тоже в дальний нижний угол. Очень классно. И Дзюба получается, да. Дзюба сегодня гол плюс 2 голевые на данный момент. И вот так вот Дреуси замечательно закладывает мяч в дальний угол. Супер, друзья, супер матч. Дзюба пока что герой матча. Забил гол, отдал 2 голевые. А прошло только, друзья, 21 минута. Прошла 21 минута. Практически ничего в футболе. Но из этого ничего игроки Зенита сотворили 3 мяча. И все, друзья. Наша первая победа в Лиге Чемпионов. Вы и знаете, при чем. Вот за эти 21 минуту все и решилось. Поэтому Юнг Бойс проигрывает Зениту дома со счетом 3-0. Поздравляем коллективы Санкт-Петербурга. И сегодня у нас снова, друзья, в выпуске 2 победы. Это намного красочнее, мне кажется, нежели чем против Уфы. Дебютировал сегодня еще и в Лиге Чемпионов Шумуродов. Ну и вот все матчи в Лиге Чемпионов других команд. Мне вот больше интересно, как российские еще клубы сыграли. А их вообще, я так понимаю, нету здесь. Серьезно? Ну я-то думал Локомотив. Локомотив поставят. Нет. Нету никого. Вот. Ну и мы на первой строчке. Бавария там 2-0 обыграла Олимпик из Марселя. Поэтому посмотрим, как у нас сложится игра. Я бы очень хотел именно с Марселем сыграть третий, четвертый тур. Не знаю, как будет. Вот. Так что, друзья, все. На этом никакие даже сообщения нам не пришло. Поэтому набираем 15 лайков. Отыгрываем 3 матча. Зенит-Динамо, Краснодар-Зенит и Зенит-Тамбов. Если не набираем, то будем так с вами стандартно идти по 2 матча в каждом выпуске отыгрывать. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые теперь у нас выходят по воскресеньям. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok